Конвенцию о правах людей из инвалидности Организация Объединенных Наций приняла в 2006-м. Беларусь артификовала этот документ у Костычников этого года. Мероприемство у Гомеля – способность один из первых кроков по его практичной реализации. 21-го листопада Гродно, 24-го пресс и вот теперь Гомель – головная тема акции у нашем областном центре. Обмеркование шляхов по остворению громадства ровных макшимостей, причем размолвы и депрозных группах населенства, в том, что в беженцах у пылной ступени Комельщина может лечиться прикладом по их адаптации. Те вопросы, которые такие проблемные, это, естественно, адаптация. А адаптация для детей – это школьное образование для взрослых, это трудоустройство, это доступ к медицинскому обслуживанию. Это те вопросы, которые не решаются за один день. И поэтому мы приезжаем сюда регулярно, часто, мониторим ситуацию, обсуждаем с местными властями, как можно разрешить эти вопросы. Один из центральных моментов акции – подписание погоднения по межкеровницам Абробоканкама, Организации Объединенных Наций и Международной Организации по Миграции. И оно предуглеживает створение на огомешине сприяльных умов для всех грамадян, незалежно от взрослого, пола, стану здоровья, этничной принадлежности и религии. Воплощенный час для створения громадства ровных макшимостей уробится шмат, але никто не спрощается. Выкористаны далеко не все макшимостей. В селяхим разе международное сопротивление Уже более тысячи людей приняло участие в семинарах в Израиле, которые проводят наши эксперты. И израильские эксперты приезжают сюда, чтобы передать опыт, передать израильские технологии местным белорусским предпринимателям либо представителям местных органов власти. У рамках кампании «Инклюзивная Беларусь» у Гомеля организованы школа лидерства для жанчин с поборницей по теннису для людей со слабым взроком, спартакиада для инвалидов-колясочников, творчая майстерня и круглый стол по створению безбарьерного сирода для людей с обмежеванными макшимостями. Сегодня только на огомешине проживая коля 90 тысяч инвалидов у тым леку дятей. Нельзя сказать, что для их интеграции у громадства ничего не робится. У денег и посаджения кажут, например, о работе социального такси, открытие специальных объектов. В ближайший час будет запущены перши у Гомеля пешеходный переход с лифтом. Для инвалидов выделены особные места на стоянках, уродкованы сручные уходы в громадском транспорте, светлофоры с звуковыми сигналами. Отповедная работа будет протягиваться и только этими накерунками не обмежуется. Сегодня людям с обмежеванными макшимостями необходимый больше широкий доступ до отремления информации, починающих от створения передач с сурдоперекладами. На Лидской компании есть проект, который называется «Путешествие без границ», который ведет инвалид-колясочник. И ведет достаточно успешно. То есть разграничение в том, что это человек с ограниченными возможностями, совершенно не позиционируется. Наоборот, воспринимается обществом совершенно в другом ключе. После Гомеля компания «Инклюзивная Беларусь» протягнется у Могилёвия, Визипску и Минску. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, Телерадо компания «Гомель».